Всем привет! Вот и осень наступила. Я, конечно, тепло оделась. Наверное, надела свою водолазочку новую, свою новую косушку. Я её вам попозже покажу, чуть не уронила вас. Вот. Так что, надеюсь, не зажарюсь. Погодка отличная. Самое время прогуляться. Так что, увидимся уже в магазине. Сегодня мы вместе с вами отправимся в Second Hand WoW. Сегодня здесь скидка 30%. И мне очень интересно, что же мы сможем с вами найти. Покажу вам немного ассортимент. Хотела поискать юбки, но юбок в этот раз очень мало к этой скидке осталось. Вот буквально небольшая вот такая стоечка. И выбрать-то я, например, куда же, например, ничего и не смогла. Поэтому вот так вот пролистаю. Покажу вам примерно просто, что можно найти в Second Hand. Дальше решила посмотреть стойку с пиджаками. Вот такой меня привлёк. Но он укороченный. Не современный. В основном здесь, ну, не пиджаки, а, можно сказать, жакетики. То есть такие, в основном, укороченные варианты. Приталенные. Ну, если порыться, можно найти что-то интересненькое. Вот, решила полистать вместе с вами сегодня рейлы. Возможно, я на примерку что-нибудь найду, а что в примерочную не возьму, покажу вам так. Нашла вот такой новый пиджачок-жакетик. Он укороченный. С укороченным рукавчиком. Материал такой под твит. Ну, конечно, пылиэстер. Ну, вот такая вот моделька. Как думаете? Привлёк меня ещё вот этот пиджак. Я бы его уже назвала. Он на 70%... Сейчас, подождите, вру или не вру? Да, на 70% из шерсти. Очень тёпленькие, очень интересные расцветки. Но, к сожалению, размер не мой. Я его так накинула на себя. Но разметочек всё-таки оказался не мой. Дальше немножко покопалась в блузках, но здесь вообще тоже ничего особо не нашла. Нашла одну блузку на примерку. Это я уже в примерочной покажу. И так же конкретно занялась поиском тёплого свитерка. Попадается много интересных моделей. Из 100% шерсти даже. И, в принципе, недорого. Но надо быть внимательными, проверять на дефекты. Потому что кое-где моль всё-таки их, видимо, почикала. Хотя вот этот мне очень понравился. Но, к сожалению, прямо на видном месте была дырочка. Очень много свитеров появилось, поэтому я решила поискать себе свитерок. Вот такой интересный шерстяной цвета хаки такого меланжевого. Но не мой размер. Очень большой размер. А так, конечно, примерила бы. Нравятся мне вот такие свитерки, как из плюшевой пряжи. Ну, они зачастую вот акриловые. Листаем дальше. Нашла вот такой от Benetton. Кардиганчик, свитер. Я даже не знаю, как назвать. Интересная такая модель. Но, мне кажется, очень весьма устаревшая. Ну, в общем, бренды, тренды. Бренды известные тоже попадаются. Вот этот свитер меня очень привлек. Такого синего королевского цвета. Думала даже взять на примерку. Но приложила к себе. Поняла, что рукав очень длинный. Из верхней одежды нашла вот такую куртку-тренч, скажем так. Потому что для тренча она тепловата. Там есть такая прослоечка синтепоновая, я так поняла. Напишите, как вам. И много завезли вот таких бомберов от H&M. Чёрный и нашла вот такой вот он серо-сиреневый. Но цена, как по мне, завышена для секонда даже со скидкой. 840 рублей. Ну, смотрится, в принципе, интересно. Он на таком тоненьком синтепоне. С платью я, к сожалению, ничего на примерку не нашла на вешалках. Полистала так, быстренько пролистала. Но, мне показалось, цены на платье высокие. А выбор... Ну, ничего не смогла выбрать. Давайте покажу вам, что есть из обуви у нас. Нашла вот такие интересные полусапожки. Здесь, конечно, каблук высокий, но он интересно сделан. Видите, он такой... Как бы с щёлочкой между подошвой и каблуком. Вот такие туфли интересные. Вот такие полусапожки, даже прошитые. Но мне не нравится золотая фурнитура. Она очень дешевит. Кеды были. Завезли уже много, в принципе, сапожек, полусапожек. Вот таких очень много попадается. Я не знаю, как ходить на таком каблуке. Это, конечно, жесть. Нашла вот такие казаки. Ну, видимо, их очень любили. Очень активно носили. Это фирма Мустанг. Здесь даже нарисована вот такая лошадка. Ну, судя по подошве, конечно, не скажешь, что их носили. Может, её меняли. Но визуально она потрёпана. Хотела я найти Тимберленды. И что вы думаете? Нашла вот такие высокие. Жалко, не мой размер. Я бы обязательно примерила. Я вообще думала про полуботиночки. Но впервые встретила вот такие высокие. Удивительная находка. Дальше я подошла к обуви, которая вся по 300 рублей без магнита. Даже здесь можно, в принципе, найти кожаную обувь в неплохом состоянии. Но она, конечно, совершенно не актуальна. И высоченные вот эти каблуки. В общем, это не то, что хотелось бы. Вот такие интересные мужские. 44 размера. Такие добротная, плотная кожа. Ну, на любителя, либо на фотосессию можно какую-то взять. И найти себе обувь. Приглянулись мне вот эти от H&M ботиночки. Они такие тканевые, на массивной подошве и на массивном каблуке. Очень такие увесистые. Но брать не стала. Итак, переместимся уже в примерочную. Набрала я несколько свитерков все-таки на примерку. Покопалась еще в кучке вещей по 100 рублей. Тоже несколько вещичек отобрала. Итак, давайте примерять. Первое, что буду примерять, это вот такой картиган. Не знаю состав. Здесь 70 чего-то и 30 чего-то. Все написано иероглифами. Поэтому я не знаю состав. Но мне кажется, шерсть здесь есть. Мне кажется, акрил и шерсть. В большей степени акрил. Здесь такие интересные динозаврики. Очень мне понравился он. Оригинальный. Но на вешалке он, конечно, смотрелся интереснее. Размер указан L. Может, конечно, если бы не на мой S, а реально на L его надеть, он бы смотрелся лучше. Но что есть, то есть. Вот так он выглядит на мне. Здесь очень глубокий вырез. То есть его все равно надо подо что-то носить. Но на мне он сел не так, как хотелось бы. Дальше нашла такой вот винный свитерок от J.Crew. Стопроцентный хлопок в составе. На рукавах есть вот такие бахромушки. Рукав укороченный. Приятный на ощупь. Хорошее состояние. Давайте примерять. Вот так он смотрится на мне. Я его чуть-чуть подзаправила. Здесь вырез такой лодочкой, можно сказать, идет. Плечо немножко приспущено. Если его расправить, то вот такой он по длине. Долго я вертелась-крутилась в этом свитере, сомневалась, брать или нет. Мне очень понравился цвет. Но, как по мне, он сел на меня как-то слишком объемно. Хотя, сейчас смотрю, в принципе, ничего смотрится. А как вам? Дальше нашла вот такую блузку-рубашку в полоску. Бело-бордово-красную. И это 100% шелк. Это вот единственная блузка-рубашка, которую я нашла среди блузок. И, кстати, она недорого ее оценили. Белый магнит. Здесь рукава вот так вот подворачиваются. Одна пуговичка. Но мне эта расцветка напоминает почему-то вот пижаму. Вот как есть штанишки такие и кофточка пижамного типа. На меня она, конечно, велика. Это 44-й, то ли 46-й европейский размер. По плечам она прям съехала. По длине рукава тоже длинновато. Ну и сама по длине она тоже, конечно, достаточно длинная. Вот так она смотрится на мне. Ну, то есть, если бы она была по размеру, была бы классная находка. Но я все равно не могу отделаться от того, что она мне кажется какой-то частью пижамы. А как вам? Дальше нашла свитерок под Гэб. Он такой серый в неоново-желтую полоску. По составу на 80% из хлопка. Оценили его тоже, кстати, недорого. Белый магнит. Состояние хорошее. Вот так он смотрится на мне. Нашла вот такой хлястик от Бирки. То есть, скорее всего, он даже новый. Но вот здесь есть пятно. Я не знаю, насколько оно отстирываемое. И, как мне показалось, вот этот ярко-желтый цвет, как маркер-текстовый делитель, мне не очень идет. И размер М в данной фирме все-таки на меня великоват. Дальше нашла вот такой воздушный свитерок, воздушные вязки. Я вот о нем думала. Я хотела найти вот такой, как сейчас, не знаю, модно-не модно. Где-то в инстаграме мне попалось, что сейчас модно вот эти все воздушные такие свитерки. Я даже задумывалась купить эту вот пряжу и связать такой воздушный свитерок. Но я подумала, вдруг я смогу найти что-то подобное в секонд-хенде. И нашла вот такой. Ну, это, конечно, не совсем то, как я себе представляла. Здесь такой достаточно глубокий вырез. Приспущенная линия плеча и такие объемные рукава. Он достаточно прозрачный и очень глубокий вырез. Если бы у него был вырез хотя бы просто круглый, я бы еще задумалась насчет его покупки. Потому что состав у него, в принципе, потрясающий. Ну, еще он на ощупь не очень такой колючеватый. Поэтому я, конечно, засомневалась и много. Но в этом свитере и не стала брать. Также я еще покопалась в кучке вещей по 100 рублей. Нашла там вот такой свитер от Mason Scotch. Это не дешевая, в принципе, фирма. На 81% он состоит из хлопка. И по цвету он такой мятный меланж. Вот так он выглядит на мне. Сел по фигуре. Вот такая интересная у него пряжа цветная. Единственное, я нашла здесь дефект. Здесь одна петелька как бы провязалась не тем рядом. То есть одна петля на два ряда. Ушла. Но, в принципе, если его постирать и чуть-чуть подрастянуть, то в носке этого практически незаметно. А как вам такой свитерок взяли бы или нет? Я почему-то в конце засомневалась и не стала его брать. Хотя, может быть, и зря. Теперь покажу вам вот такое платье. Фирма мне неизвестная. Но здесь в составе есть шерсть. Оно очень тепленькое. У меня была когда-то подобная модель платья. И мне оно очень нравилось. Но я думала, что это будет такое же. Но не угадала. Не такое же. Здесь очень глубокий, откровенный вырез. Я применяю на свой топ. Но если только подбирать, опять же, какой-то топ такой, чтобы на него носить. Но явно не бежевый, как у меня сейчас надет, как мне кажется. Такой телесный. Но так модель, мне кажется, интересная. Садится по фигурке, подчеркивает талию. И при этом оно тепленькое. Но вырез, конечно, очень откровенно глубокий. И цвет здесь очень красивый. Такой бутылочный синий-зеленый. Я столько сегодня перемерила шерстяных вещей, что я просто обчихалась. Нос чешется вообще невозможно. Поэтому ставьте лайк за мои старания, за мои поиски. И обязательно подписывайтесь на канал. Дальше покажу вам платье. Но платье это я нашла уже тоже в кучке вещей по 100 рублей. То есть сегодня оно 70 рублей. Мне показалась интересной верхняя часть. Ну, в принципе, и верхняя, и нижняя. Но села оно на мне не по фигуре. То есть выточки как-то не на месте. То есть на размерчик побольше оно бы село лучше. Интересно сделана спинка. Завязывается на такие вот ленточки. Ну, юбка коротковата. И село оно как-то не так, как хотелось бы. Далее нашла вот такую кофточку. На таких крючочках. Здесь даже на рукавах эти крючочки есть. Вот, решила примерить для вас. Здесь такой воротничок с точкой. Можно застегнуть все крючки доверху. И получится, ну, закрыт такой верх. Ее я присмотрела в пару к футболке. Для моей идеи с переделкой. Я надеюсь, что очень скоро я ее сниму и покажу вам. Так что вот такая черная кофточка мне тоже пригодится. И последнее, что я вам покажу. Юбку из 100% шелка. Ее я тоже нашла в корзине. Где все было по 100 рублей. Ну, у нее очень устаревший крой. Вот эти вот бахромушки. А-ля Кикимора я их называю. Мне кажется, это уже совсем не актуально. Но на ощупь она, конечно, потрясающая. А еще одну юбку у меня из корзины, видимо, увели. Потому что она на 70% была из шерсти. Она от фирмы Banana Republic. Такой классический карандаш синего цвета. Ну, при примерке я его почему-то уже не обнаружила в корзине. Видимо, пока я еще что-то выбирала, его увели. И вот моя косушка. Я ее купила в шоуруме с китайскими и корейскими вещами. Потому что я обошла все магазины Mango, не Mango в торговом центре. И ничего не нашла. Нашла ее вот в шоуруме. Так что я сегодня ухожу только с вот этой кофточкой для переделки. А вам всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Комментируйте. Пока!